Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму абрикосовое повидло без длительной варки. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Спелые мягкие абрикосы освобождаем от косточек. Затем пересыпаем дольки абрикосов с сахаром. На 1 килограмм чистого веса фруктов берем 600 граммов сахарного песка. Посуда для варки должна быть высокая и с толстым дном. Дальше закрываем кастрюлю с абрикосами крышкой и отправляем на 10-12 часов в холодильник. Спустя указанное время сливаем из абрикосов максимальное количество образовавшегося сока. Затем в содержимое кастрюли перемешиваем и отправляем на средний огонь. С момента закипания варим абрикосы 20 минут. Периодически массу перемешиваем. А также снимаем пенку. Если прошло 20 минут, а сока в кастрюле все еще много, надбираем его и продолжаем кипятить варенье еще 5-10 минут до нужной густоты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Готовое повидло должно как бы подпрыгивать в кастрюле. Дальше разливаем горячую массу по сухим стерильным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, чтобы проверить на предмет подтекания. Если все в порядке, отправляем повидло на хранение в погреб или кладовку. Собранный сок ни в коем случае не выливаем. Кипятим его на умеренном огне 5-7 минут. А затем сливаем в банку и используем в качестве фруктового сиропа для приготовления и подачи различных десертов. Вот и все. Густое абрикосовое повидло готово. Со временем оно становится еще гуще. Из одного килограмма абрикосов получается пол литра повидла, плюс немного на пробу. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok